В конструкциях ламповых усилителей, созданных мной, я использовал обычные высоковольтные лампы с малым напряжением на анод. Однако в результате уменьшения анодного тока менялась крутизна характеристики лампы и падало ее усиление. Посмотрим, как это изменяется. Итак, возьмем источник сигнала, включим. И вначале включим все четыре батареи. Как видим, звук достаточно громкий. Теперь уменьшим количество подключенных крон. Сигнал уменьшается и звук становится несколько меньше. Теперь оставим всего одну крону. Напряжение будет только 9 вольт. И звук будет значительно тише. Тоже мы можем наблюдать и по прибору. Амплитуда переменного напряжения на выходе будет уменьшаться при уменьшении анодного напряжения. Как же это компенсировать? Есть способы питания ламп с низким анодным напряжением, при которых их параметры ухудшаются не столь заметны. Чтобы тетрод или пинтод работали при низком анодном напряжении, надо проделать следующее. У тетрода управляющую сетку соединяют с плюсом питания, а экранную используют как управляющую. У пинтода управляющую и экранную сетки соединяют вместе с плюсом питания, а противодинотронную используют в качестве управляющей. Учение не нужно. Но есть два недостатка. Во-первых, у некоторых синтодов противодинотронная сетка соединена с катодом внутри лампы. Такие отпадают сразу. Во-вторых, экранные и противодинотронные сетки не рассчитаны на использование в качестве управляющих. Емкость между ними и анодом велика. ВТ усиливать будет не очень хорошо. Фокус, собственно, известен со времен лампы МДС, микродвухсеточная, запускавшаяся в 20-х годах с тетрода, специально предназначенного для такого режима работы. Когда эту лампу сняли с производства, приспосабливать для работы в таком режиме стали обычные тетроды и пинтоны. Использование этого принципа позволит создать предварительный каскад на лампу без лишних сложностей.